Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Наверное, это уже точно последний ролик о пустых баночках, о том, что у меня закончилось, что понравилось, что нет, что буду повторять, что нет и по какой причине. Пока что такие ролики не будут выходить на моем канале. Я вообще приняла для себя решение, что я отсниму то, что я запланировала на эту осень, а дальше буду смотреть по обстоятельствам. Если я буду видеть, что мой канал умирает, и я никак не могу на это повлиять, значит, для меня это будет конец целой эпохи, больше 10 лет. Никогда не думала, что это произойдет вот так, но пока что мысли у меня очень разные, и то, что мы вместе с вами можем сделать, с моей стороны, это контент, который вы любили многие годы, который вам откликается, который по душе отвлекает, развлекает вас. Иногда мы затрагиваем какие-то действительно важные темы. Если для вас это ценно, интересно, и у нас с вами где-то там соприкасаются видения в косметике, в одежде, в бытовых каких-то моментах и так далее, мне будет приятно, если вы поддержите меня, и просто поставите лайк, и напишите комментарий. Не прошу меня хвалить, можете просто написать комментарий в поддержку канала, и все. Не прошу у вас донатов, но если вам не сложно, и у вас проигрывается реклама, посмотрите, пожалуйста, один блок рекламы, или хотя бы несколько, не для того, чтобы как-то меня обогатить, а для того, чтобы я имела возможность не соглашаться на сомнительные рекламные интеграции, а чтобы я могла приобретать какие-то новые средства, чтобы делиться с вами своим мнением. Доверие ваше я заслужила очень давно, и это очень ценю, и не хотелось бы размениваться, знаете, на что-то, что недостойно вам быть здесь, скажем так. Я придерживаюсь этой стратегии всегда, с тех пор, как начала вести свой канал, и хотелось бы, чтобы это осталось так же. Ну, а на этом, да, мы с вами начинаем. Извините за это предисловие, но я думаю, что это нужно было сказать так честно, и я надеюсь, что не придет тот момент, когда мне реально придется снимать прощальные видео, и вообще не уверена, что у меня на это будут силы. Ну, в любом случае, раз я собрала пустые банки, то поехали разбирать, что тут интересного у меня. Достаточно универсальный и действительно качественный тонер для увлажнения кожи от бренда I am from. Он подойдет каждому типу кожи. Сейчас у нас с вами начинается осенний-зимний сезон, когда от увлажнения не откажется ни один тип кожи, поэтому настоятельно рекомендую вам обратить ваше внимание на него. Он хорошо впитывается, вообще такой беленький. Не могу сказать, что прям гелевый. Он чуть более густой, чем обычная вода, и ты прям ощущаешь вот это увлажнение, которое он дает для последующей там сыворотки, крема. Я хочу вам сказать, что в теплое время года я часто наносила его, потом только испев, там кремушек под глаза, и мне этого было вполне достаточно на зиму. Все-таки я предпочитаю более такой многогранный уход, многофункциональный и еще более увлажняющий, но не зря этот тонер считается одним из лучших универсальных улажняющих среди очень многих пользователей корейской косметики, и не только, и блогеры его любят, часто хвалят, и сейчас убедилась, почему он действительно заслуживает всех похвал. Умывание тоже родом из Южной Кореи, от бренда Skin 1004, с центеллой азиатской, и у меня раньше вообще не складывались отношения с корейскими средствами для умывания, особенно с пенками, они слишком сильно очищали мою кожу, а вот эта настолько нежная, что я осмелюсь порекомендовать ее и тем, у кого сухая кожа, склонная к сухости, комбинированная, ну и всем остальным, потому что она настолько бережно очищает кожу, она ее не стягивает, не пересушивает, не жжет глаза, ее надолго хватает, но так как у нас было лето, весна, умывались мы чаще и более тщательно, поэтому она у меня, конечно, за эти полгода улетела, очень классная и такая приятная в использовании пена, не слишком плотная от нее, я бы сказала, такая деликатная, но этого вполне достаточно для того, чтобы досмыть макияж после гидрофильного масла, иногда, я признаюсь честно, я удаляла ее просто макияж, и она тоже с этим справлялась без гидрофилки, без первого этапа, и, конечно же, для утреннего умывания, если вы любите какой-то щадящий уход для очищения кожи, то, конечно же, советую. Пудра Photoshop для лица, вот если ищете какую-то пудру на все лицо, под глаза, из люксового сегмента, или хотите подсобирать и купить себе что-то дорогое, это одна из самых лучших в Сенсайе, вот она была у меня очень долго, она прозрачная, она не выбеливает кожу, и я вам много раз показывала, как она работает, когда красилась, особенно это видно под глазами, когда ты запудриваешь консилер, вот эти вот впадины, они маскируются на ура, она как ластик тоже стирает расширенные поры, ну то есть вы фиксируете макияж, и при этом у вас такой визуальный эффект, когда кожа выглядит более гладкой, я не могу сказать, что она намертво матирует, это скорее вот такая, опять же, универсальная, сегодня часто употребляет это слово, пудра, которая и для тех, у кого сухая кожа, и для тех, у кого жирная, но кто не ищет вот этого глухоматового эффекта, и мне больше всего нравилось, как она работает под глазами и в Т-зоне, периферию я в принципе могла бы не пудрить, но вот в Т-зоне и под глазками, это что-то невероятное, ее можно использовать и кисточкой наносить, или же влажным спонжем прибивать, и делать такой как бы бейкинг, я иногда наношу там буквально на 10 секунд, потом смахиваю это кисточкой, не оставляю на полчаса вот такенный слой, а совсем немножко, и вы знаете, даже когда я делала себе бейкинг или пуховкой, да, все равно никогда не было ощущения сухости под глазами, она не собирает некрасиво консилер, она наоборот на целый день оставляет ваш консилер в идеальном состоянии, во всяком случае я использовала ее даже с самыми капризными консилерами, и она всегда срабатывала, когда мне нужен был стойкий макияж безупречный, когда я фотографировалась, снималась целый день, она всегда меня выручала, если вы визажист, вам она точно необходима, если хотели бы себе купить одну пудру для всех задач, то это тоже она, и недавно были с подружкой в торговом центре, и уже выходили, все позакрывалось, я увидела, что она по акции, я говорю, блин, надо было купить, постараюсь заказать онлайн, настолько она хороша. Раз у нас с вами зашла речь о консилерах, то у меня тут буквально капля осталась, но думаю, я не планирую в ближайшее время снимать пустые баночки, и вообще, возможно, их уже и не будет, поэтому покажу вам. Это консилер, который мне сначала вообще не понравился, Lancome, и это версия не просто консилера, типа как с сывороткой, с увлажняющей, я сначала не могла к нему приспособиться, вообще не понимала, как его усадить на месте, чтобы он не скатывался в морщинки. Это легкий увлажняющий консилер, и он сам по себе жидкий, поэтому осторожно его доставайте, вот эту вот, да, лопаточку, чтобы никуда не ляпнуть. И вот у меня еще немножко есть оттенок, вот с Lancome у меня, конечно, проблема, они каждый раз меняют эту маркировку для моих кругов, у всех они разные, синевая у всех разная, но 105W мне подходил идеально. Наверное, когда-то к нему вернусь, я сейчас по вашим рекомендациям купила кое-что другое, но в итоге он мне настолько полюбился, что когда мне нужно было накраситься на выход, на каждый день, я всегда брала его. Он дает легкое покрытие, он увлажняющий, и он еще и подсвечивает красиво. Для тех, у кого, чуть не сказала влажная, сухая кожа, возрастная кожа, кто не любит эффекта перегруза, он будет полегче, чем, например, Clorans, в таком тюбике закручивается, да, он легче, чем Хелена Рубинштейн, я даже не знаю, с чем его можно сравнить, потому что он все-таки чуть более перекрывающий, чем Paese подсвечивающий, то есть вот что-то такое среднее, его можно наслоить, но я бы этого не делала. Те, кто выбирают вот такие легкие консилеры, они в основном ищут каких-то бонусов в качестве увлажнения и легкого покрытия. Как я его фиксировала? С пудрой Sensai все идеально сложилось, можно пуховкой, можно кисточкой, или же тоже Eveline из бюджетного, да, пудра под глаза от Eveline у меня сейчас и тоже отменно все держалось. Мне он нравился, и на удивление, чем старше я становлюсь, мои круги никуда не подевались, и в принципе впадины под глазами тоже, так глобально, да, но все же, используя вот такие легкие консилеры, увлажняющие и подсвечивающие с правильной пудрой, этот дефект, изъян какой-то на лице, да, недостаток, не настолько сильно бросается в глаза, и мне этого достаточно как на праздник, так и на каждый день. Консилер хорош, и в итоге я просто научилась с ним работать. BB крем пупа антивозрастной. Стоит ли еще что-то говорить? Я так часто вам о нем рассказывала столько всего хорошего. Действительно, это один из самых таких, вот знаете, обожаемых мною BB кремов на каждый день, на выход, и в принципе я могла бы отказаться от большей части всего того, что у меня есть, или даже от всего, наверное, если бы нужно было выбрать только одно средство для лица, декоративное, именно это точно был бы вот этот BB крем. Единственное, что меня в нем раздражает, это то, что оттенок 01 нюд, не такой-то и светлый, и когда у меня совсем нет загара, то, конечно, он подстраивается в целом. Вот сейчас я загорела, я тоже без проблем могу им пользоваться, просто чуть больше бронзера, но хотелось бы, чтобы были оттенки посветлее. Так, SPF 30, он с таким влажным финишем, еще раз скажу, увлажняющий, у него легкая, к среднему степень покрытия, то есть его можно еще и наслаивать, и он вообще превосходно держится на мне в течение всего дня. Я уже купила новый. Это тоже мотаем на уст на холодное время года. Те, у кого кожа склонна к пересыханию, у кого чувствительная, кому нужна даже какая-то такая защита от мороза или восстановление после ветра, после всех вот этих прелестей, которые совсем скоро нас ждут. Это крем от бренда Cellimax Dual Barrier. Он с целым комплексом церамидов, очень приятная текстура. Я вообще обожаю Cellimax, и если мы с вами не увидимся в фаворитах, то еще раз говорю, что в принципе в целом этот бренд является моим фаворитом этого года. И крем такой вот, знаете, и не плотный, и не густой, и он так приятно распределяется и тает на коже. На него тоже хорошо наносится макияж, SPF. Он без какой-либо отдушки. Его также можно использовать под глаза. И я максимально протестировала этот крем в тот период, когда я лечила свою кожу от Акне, и когда у меня были и раздражения, и розовая кожа, как у порозенка, и где-то были какие-то высыпания именно от самой мази, потому что на первом этапе высыпания усиливаются. И для того, чтобы не навредить себе после ретиноидов, я использовала его, и он очень хорошо справлялся со всеми задачами, убирала сухость, шаушинки какие-то. И даже когда я мазала его на ночь, то утром я замечала, что с моим лицом все чуть лучше. Как только используешь ретиноиды, потом снова несколько дней для восстановления. И таким образом мне удалось выйти из вот этого замкнутого круга. Гидрофильное масло от бренда Энюа, тоже Корея. И многие показывают, как он так вот прям убирает все загрязнения при длительном массаже. Я несколько раз попробовала помассажировать так свое лицо. К сожалению, черные точки так и не убрались. Волшебно не исчезли из моего лица. Возможно, у меня их не так много сейчас. Но тем не менее, это для меня просто качественное гидрофильное масло, которое я когда-то куплю повторно. Не все средства от бренда Энюа произвели на меня какой-то вау-эффект. Но вообще, это гидрофильное масло легкое, оно не забило мне поры. Оно хорошо очищало мою кожу, убирало загрязнения, SPF, макияж, конечно же. И на этом спасибо. То есть, в принципе, оно делает все то же самое, что и другие хорошие гидрофильные масла. Но есть и те, которые настолько же хорошо себя не проявляют. Поэтому мне понравилось. И еще забыла сказать, что оно не вязкое, не жирное, не липкое, с деликатной дужкой. Не раздражало мне глаза. Поэтому, да, супер. Я в шоке, но я закончила кремовый бронзер. Точнее, это даже бронзера-скульптор, потому что в этой линейке есть еще оттенок потеплее. Речь, конечно же, идет о кремовом бронзере от бренда Avaline. У меня оттенок всегда теряюсь. 0,1. Он такой чуть более холодный. Он настолько просто наносится. Но я никогда не рисовала себе вот эти полоски. На ручку несколько раз вам показывала, как я делаю макияж при помощи этого средства. Потом на кисточку. И только тогда на лицо. Иначе. Но мне было сложнее его растушевать. Это возможно. Но я так больше и лучше контролирую процесс. И все получается гораздо проще. То есть, на руку, на кисть, тап-тап-тап. И у тебя получаются идеальные скулы. Я скучаю по нем. Нужно будет купить себе снова. Потому что он действительно хорош. И оттенок такой удачный. И не рыжий, и не серый, и не фиолетовый. Даже без фиолетового, вот этого трупного подтона. Очень хорош. Если вы хотели бы себе что-то компактное. Что-то, чем удобно будет пользоваться. И с красивым, правильным оттенком. Он хорошо держится в течение дня. Я очень часто вообще не пудрила его. Короче, классное бюджетное средство. Не жидкий, который там как-то бесконтрольно расплывается. Не пластилиновый, не сухой. Вот у него прям супер классная, хорошая консистенция. И вообще, это очень достойное бюджетное средство. Которое, конечно же, повторно появится в моей косметичке. Что-то у нас с вами все прям такое супер хорошее. Аж хочется говнеца подкинуть. Но пока что нет такой возможности. Потому что, по всей видимости, у меня закончились в основном только мои фавориты. Это увлажняющий блеск от марки Fenty. У меня в оттенке Fussy. И я всегда покупаю его, когда мне хочется что-то приятное для увлажнения губ. Для красивого блеска. И даже когда они убитые, зимой, например, там обветрились, нужно чем-то намазаться, чтобы слегка восстановить губы, как-то привести их в чувство. Это средство тоже работало. Приятный, красивый, нежно-розовый оттенок с небольшим таким переливом. Поверх карандаша тоже красиво смотрелось. И так приятно, конфетно пахнет. Вообще, я должна признаться, что Fenty Beauty создает вот прям классное средство для губ. У них это отменно получается совместно с Рианой. Понятное дело, что что-то хуже, что-то лучше. Но это то, что можно мне дарить, когда не знаешь, чем меня порадовать на какой-то празднике. Это всегда пригодится. Едем дальше. Увлажняющий крем под глаза и разглаживающий антивозрастной с растительной альтернативой для ретинола. Это Bakuchiol. Он также с рисом черным, с коллагеном, с цикой. И это бренд Haruharu. Я даже его разрезала, подоставала остатки. Мне прям хотелось, чтобы мне его хватило до конца лета. Вот в теплое время года он показал себя во всей красе. Он давал и достаточное количество увлажнения, и не раздражал мои глаза, и не был слишком жирным. И консилер на него хорошо наносился. И я не заметила, чтобы область под глазами у меня как-то ухудшилась. Как-то, вот знаете, стало суховато. И когда это гелевая текстура, как в случае этого крема, у меня иногда такое бывает, что получается обратный эффект. Кожи всего недостаточно. А тут как-то все сложилось. И я даже своей подружке такое подарила. Не знаю, как он бы себя повел в холодное время года. Мне сложно сказать, потому что я его заказывала еще то ли в конце зимы, начала использовать весной. Ну, в любом случае, я мазалась им весной и летом, и прям хорошо. И на день, и на ночь. Вот классный. Когда не буду знать, что еще нового попробовать, то обязательно вернусь к нему. Легенький такой, ну, увлажняющий. Тонирующая сыворотка для лица от бренда Иля. Причем здесь не просто хороший состав. Здесь был ниацинамид, скваланг, гиалуроновая кислота. Наверняка и есть в новых. Я просто говорю о своей. И здесь также минеральный фильтр SPF 30. Именно поэтому ее нужно взбалтывать для того, чтобы соединились вот эти две фазы. Тонирующая, увлажняющая и такая беленькая с SPF. Это жидкий тон, который дает очень сильное такое влажное свечение кожи. И это не просто, знаете, тональный крем, который выравнивает кожу при длительном использовании. Я заметила, что действительно это и увлажнение, и также такой слегка выравнивающий эффект за счет наличия ниацинамида в составе. Это не каждому понравится на каждый день, потому что она такая жирненькая, можно сказать. И просто как подкрашенный крем-сыворотка, наверное, типа жидкий крем. Сложно это объяснить, это нужно пробовать. Здесь вот такая пипетка была. Нужно аккуратно это все наносить. И удобнее всего мне было распределять это все пальцами. Иногда кисточкой, но спонжем не имеет никакого смысла. Он сожрет все средства, на лице оставит только каплю. Покрывающие способности здесь скорее легкие. Можно насловить до среднего, но она будет сиять, блестеть вот этой влагой. Даже если вы используете самую такую матирующую пудру. И если у вас расширенные поры, возможно, она тоже это подчеркнет. Поэтому, скажем так, не для каждого, но мне она нравилась. Буду ли я брать повторно? Скорее, нет, чем да. Это не дешево, да, это уникально. Не у всех есть такие средства. Но если уж выбирать, то мне больше по душе Шанель, например, легенький. Он не так сильно блестит. Ну, не знаю, пока что нет. Замученный бибикрем Эрбариан. Даже не стану вам показывать. Я разрезала его. Это классический бибикрем. Мой подходящий оттенок на все случаи жизни. Это ньют. Это эффект бейбискин, который они обещают. Еще и SPF 20. Это уже более покрывающая история. И он, с одной стороны, не матовый, а вот такой живой, сатиновый. И он еще и хорошо держится. И, в принципе, я попала, наконец-то, в свой тон. И скоро буду лететь в аэропорту. Выгодная цена. Обязательно куплю себе миниатюрку. Прям такое хорошее средство. Я думаю, что на века он останется, вы знаете, топовым в своей категории. Плюс еще и увлажняющий. И по стойкости мне очень нравилось. Salimax ампула с нони. Все уши вам прожужжала. Уже не могу достать остатки. Сейчас у меня большая баночка этой ампулы. Я ее очень сильно полюбила. Для меня это не просто эффект глаз скин, когда у тебя кожа так сияет. Вот не просто чем-то жирным, а такое влажное, именно корейское свечение, эффект глаз скин. И эта сыворотка дает мне такие дополнительные бонусы. Она и успокаивающая, и также как-то укрепляющая защитный барьер. И осветляющая, и заживляющая. Для меня это все в одном. Это увлажнение, которое она дает. И вся линейка мне идеально подошла. Это и умывание с нони, и крем под глаза с нони, и ампула, и тоник, и крем. Вот прям как-то все мне безупречно подходит. Честное слово, купила сейчас новое средство. И у меня есть сыворотка с цикой, например, от Salimax. Это уже просто увлажнение. А вот эта ампула, я когда читала в статистиках, что большинство настолько подсаживаются на нее, настолько нравится им вот этот эффект, при особенно длительном использовании, что они могут отказаться от каких-то средств, но не от ампулы. То есть ампулу покупают прям в больших упаковках, форматах, чтобы она так быстро не заканчивалась. И теперь я понимаю, почему. Это вот то, чего мне прям сильно не хватает в моем уходе. Если это подходит ко дну. Salimax еще раз скажу. Где продается? В разных интернет-магазинах, на разных маркетплейсах. Если успеваю, они часто распроданы там на iHerb есть, на Zalando, на Makeup. Причем не только в украинском, у них разные интернет-магазины. Makeupstore.pl, ну то есть это в Польше. На Jumia, конечно же. Но это те места, где заказываю я. На Natina тоже есть этот бренд. Едем дальше. Toriden. Улажняющая сыворотка. Вообще, насколько я поняла, я смотрела разные обзоры, там от корейских блогеров, и не только, от международников. Выбирала, что же интересного. Попробуйте скорее, да. И многие прямо хвалили их увлажняющую линейку Dive In. И вообще, насколько я помню, это самая продаваемая сыворотка в своей категории в Корее. И сама по себе сыворотка особенно ничего как бы не изменит. То есть вот вы не проснетесь другим человеком. Но в качестве базового ухода у меня и крем, причем такой крем-гель. У них есть версия поплотнее. Я думаю, что на зиму лучше взять ее. Но сыворотка с тем кремом, ну прям очень хорошо. Ну вот знаете, иногда базовый уход, он или не дотягивает, или наоборот еще делает хуже, или просто типа нормально. Вот это прям хорошо на каждый день. И это не такая гиалуроновая сыворотка, как, знаете, бывают такие тягучие, какие-то липкие. У меня был период, когда я их любила. Сейчас вот даже такие легенькие. Ну, здесь нет отдушки. Крем-гель, по-моему, чуть-чуть пахнет косметикой. Типа не какими-то там апельсинами или цветочками. Что-то такое нежнятина, да. А эта сыворотка, она вроде как и впитывается. Вроде особо ничего не произошло, но это уже так классно. Когда запечатываешь кремом, то вообще шикарно. И тоже кожа сияет. Так с этим совсем добавляешь, и спев это не катается. Это уже как бы дорого стоит. Поэтому если вам нужен хороший, просто увлажняющий уход, у вас молодая кожа, или вечером у вас активы, а на утро, особенно для комбинированной жирной кожи, хочется просто увлажнения. Тогда, конечно же, Trident, Dive In, линейка. Просто подбирайте крем под сезон. То есть берем полегче на теплое время года, поплотнее на холодное. Восстанавливающий крем для рук от CERAV. Один из моих самых таких обожаемых и работающих, тех, на которые я могу положиться. Крем, конечно, такой плотный, но мои руки, моя кожа это все быстренько впитывает. И когда у меня такие жгусиные лапки, шелушения, покраснения, у меня, в принципе, сухая кожа на теле. Поэтому мне нужно что-то вот такое обволакивающее, что-то, что не впитывается прям ноль-ноль, и не превращает мою кожу в лист бумаги. Иначе мне нужно будет постоянно чем-то масса. Тут несколько раз в день, там, один раз в течение дня, раз на ночь, и все хорошо, мои руки заживают. Не всегда меня спасают перчатки зимой. Очень часто я их снимаю еще на прогулке. Ну, короче, крем для рук это тоже мой must-have. Еще немножко декоративки. Это такой тонирующий гель, можно сказать, для лица. Типа как биби-крем, но это скорее крем-гель с SPF 30, Bare Minerals, и это минеральный SPF. У меня оттенок 5, он сейчас был бы мне светловат. Но это тоже классное средство, о котором мало кто говорит. То есть это легкое покрытие, сияние, он не заваливается в поры. И если чувствительная кожа, и вы отдаете предпочтение именно минеральным фильтрам, стоит присмотреться. И вообще, если бы я выбирала между или и вот этим, то, наверное, это все-таки удобнее и как-то проще даже. Хотя или отдает больше увлажнения. Это меньше, и это делает его более универсальным для комбинированной, для жирной кожи в частности. Маркеры для бровей от Evaline. У меня их было 100-500 миллионов штук. Это тот маркер, которым я пользуюсь только одной стороной. Удобная кисточка. И со второй стороны у нас тени. И у меня оттенок Medium сейчас, потому что окрашены волоски. Но я пользуюсь кое-чем другим. То есть Medium мне бы тоже подходил на данный момент. Но это не такой, как бы полностью серо-коричневый цвет. В нем есть немножко оливки. Но это и хорошо. И это не тот маркер, который рисует вот такие полосочки. Он полупрозрачный. То есть, если у вас совсем отсутствуют волоски, то он их не особо нарисует. Разве что, когда новый. Совсем, когда открываешь, да. А вот эта полупрозрачность делает наши брови легче. То есть, они визуально не такие прорисованные тогда. И мне нравится, если где-то будет еще продаваться онлайн, возьму. Хотя сейчас я подсела на Maybelline, на маркер. Универсальная пенка для умывания от корейского бренда Round Lab. Очень большая упаковка. И она подойдет каждому типу кожи. Я долго не могла подружиться именно с этой категорией в корейском уходе. Потому что зачастую они очень сильно стягивали мое лицо, жгли глаза. И вот то, что любит мой муж. Умывание до скрипа. Он тоже пользуется корейскими пенками. Это вообще не для меня. И я немного даже побаивалась этой. Потому что ее так сильно хвалили. Она вроде как там с каким-то березовым соком. Я в общем не помню. Но я так старалась покупать что-то и популярное. И то, что может подойти мне. Я не прогадала хорошая пенка для умывания. Она не жгла глаза. Она и утром классно умывала. И досмывала макияж. И не стягивала мне кожу. И вообще такая приятная. Хорошо пенится. Но при этом не чересчур, что ты задыхаешься в этой пене. Но главное, чтобы не было вот этого ощущения. Когда кажется, что после умывания твое лицо буквально хочет треснуть. То есть и скрипит от чистоты якобы. Но это не совсем так. Это too much. Вообще, мне кажется, для каждого типа кожи. Но муж по эту сторону ощущения. А это даже зимой в принципе должно быть окей. Наверное, если у вас сухая кожа прям, то лучше взять что-то другое. Или если у вас недоступен этот бренд, но есть скин 1004, то лучше взять его вот эту ампульную. Ну, в общем, если хочется попробовать что-то новое, то я за. И я закажу еще одну. Тоже от Round Lab. Как-то, знаете, такой вроде базовый уход. Но неплохой, неплохой. Большинство средств, которые я приобрела, не то чтобы неплохие. Они мне понравились и подошли. Просто нужно тщательно подходить к выбору того, что на вас будет работать. Еще немножко декоративки. Не знаю, продается или нет. Такой бальзамчик для губ от бренда Catrice. Точнее, он типа как блеск розоватый. Но он еще и тинт. Он увлажняет и слегка тинтует губы в красивый, сочный, девичий цвет. Там были и другие. Но вот этот Plump and Glow я бы еще купила. Тинт and Glow. Они тут всякого разного понаписывали. Он еще и слегка мятный. Визуально за счет блеска увеличивал губы. Но пока что я не встречала его снова в наличии. Наверное, уже заменили чем-то. Это гель со сверхсильной фиксацией. С вот таким эффектом, как нравится мне. Конечно, у меня сейчас заламинированные брови. И гораздо проще укладывать. Но вот этот гель держал мои брови даже тогда, когда была полная катастрофа. И нужно было что-то термоядерное. Гель имеет такой запах, знаете, клея. И для моих негустых бровей больше подходят такие обычные щеточки. Или другого плана силиконовые. Я всегда это говорю. То есть, если у вас густые брови, то для вас наоборот это прям супер. Потому что такие зубчики силиконовые. Они хорошо прочесывают. Причем кисточка не маленькая. Мне приходилось как-то, знаете, немножко расчесать еще после того, как нанесу этот гель. Так немного расчесать пружинкой для того, чтобы мои брови не ослепались, волоски. Но вообще этот гель хорошо держит. Прям так мощно. Не стоит с ним перебарщивать. Он и так совсем справится ультра стронг. И действительно, это так и есть. О, вот это мне нужно приобрести на зиму. Это ритуал с крем для тела. И у него такой, знаете, немножко пряно-восточный аромат. Мэр называется. И хорошо увлажняет, на удивление. То есть, это не такой баттер, оболакивающий тело. Но вечером вот на массы, чтобы не прилипнуть к постели. Прям классное утром у меня нет шелушений на ногах, чем я часто страдаю. И такой аромат, ну знаете, как в спа-салоне каком-то, как будто какие-то палочки зажигают. Я думала, что это вообще не моя история. Меня иногда, наоборот, удушают какие-то восточные там вот эти вот истории. Сейчас, ну вот, хочется купить. Особенно на холодное время года. Релаксирующее масло для тела. Ой, оно так приятно пахло. Нужно купить. Сейчас как раз будут скидки на iHerb весь сентябрь. Поэтому запасаемся. Это масло я использовала на влажную кожу после душа. Вот чайную ложечку выливаешь. И этого достаточно для того, чтобы нанести на все тело. Оно у меня было с эфирным маслом и лангеланга с ромашкой. И пахло оно сладким апельсином. Вот таким сицилийским. Очень вкусным и сочным. И у меня даже какая-то, знаете, такая ассоциация с Италией, когда я им пользуюсь. Несмотря на то, что это масло, оно нежирное. Главное, не обливайтесь с ног до головы. И этого будет достаточно. И я любила, так знаете, после душа, весной, зимой я им пользовалась. Нанесешь. И несмотря на то, что это апельсин, он меня не бодрил. Он меня так хорошенько расслаблял. И для меня это как и ароматерапия, и уход. А что это за бренд? Аура Кейша. Оставлю вам ссылку. Не уверена, что я правильно прочитала. Мицеллярочки. Одна вот такая маленькая, компактная. Мицеллярная вода. Мама привозила ее из Украины. Такую малютку. И у меня как-то все закончилось. Я просто допользовала ее. Неплохая вода от Горния Мицеллярная. Но если уж совсем по-честному, то чаще всего я приобретаю себе от Эволэн. Если мне оно где-то попадается в пиар-рассылке, я всегда так рада. Потому что я знаю, что все у нас сложится. Что я смогу вытирать отпечатки туши. Просто я сильно пачкаю века, когда я крашу ресницей. Это не стирается там вот этим ершиком. Это нужно вытирать мицеллярной водой. И по этой причине я сначала крашу ресницей, только потом там стрелку или тени. Хотя в последнее время я практически ничего там не крашу. Какой-то бронзер и все. И это мицеллярная вода Эволэн с витамином С. Обещают придавать чистоту коже и сияние. Ну, не знаю. Я, конечно, и лицо периодически смываю. Иногда, знаете, не пользуюсь, например, гидрофильным маслом, а мицелляркой. И потом уже остатки при помощи геля. И это хорошая мицеллярная вода. Иногда я выбираю какую-то увлажняющую для чувствительных глаз. Но в целом у Эволэн мицеллярные воды у меня не вызывают раздражения. Они всегда все хорошо смывают то, что мне нужно. И вот такое вот ведро. У них есть еще побольше форматы или совсем маленькие. В общем, Эволэн это всегда дешево и сердито. Я бесконечно приобретаю их. Шампунь для волос Джойка. Для блондинок, когда у меня были убитые волосы. Причем я не всегда могу пользоваться любым шампунем. По той причине, что у меня чувствительная кожа головы. И если у вас когда-либо было жуткое раздражение. И вы тоже атопик. Вы понимаете, что ты просто как огня опасаешься всего того, что вызывают у тебя какой-то зуд или покраснение кожи. А вот это и для окрашенных волос, осветленных точнее. И для чувствительной кожи головы. Прям настолько идеально, что я покупаю себе литровые бутылки и пользуюсь ими. Это просто куда-то там в дорогу брала. И заказываю онлайн. Так выходит дешевле. Или беру по какой-то акции. Но с тех пор я не могу себе... С тех пор, как у меня начались какие-то приключения с кожей головы. Я не могу себе позволить масс-маркет. Поэтому или аптечная, или профессиональная косметика для волос. Приходится тратиться. Классный кондиционер для волос. От Виши. Линейка Деркоз. Тонизирующий написано. С витаминами П, В5, В6. С церамидами. Укрепляющий кондиционер. Ну не знаю, что он мне там укрепил. При том, что я наношу его на кончики. Потом сразу же смываю. Но как минимум он не навредил. И у меня волосы не выглядят как пакля. Потому что они частично осветленные. У меня есть несколько светлых прядей. И даже после того, как мне сожгли волосы. Я тоже помню, что я пользовалась Деркозом разными линейками. У них есть витаминная. Тоже подходила мне. И волосы всегда шелковистые. Такие они не слишком пушились. Когда я пользовалась этим кондиционером. И он не утяжеляет мои тонкие волосы. То есть они после него не выглядят как сосульки. Так, я думала, что я прям буду сильно советовать вам эти патчи под глаза. Они тканевые. Бренд Petit F. И если у вас как бы доступен только этот бренд. И нет того второго, который я недавно для себя открыла. То тоже можно брать эти. Господи, как же надолго мне их хватило. Это была прям, знаете, такая большая маска для области вокруг глаз. Заходящая даже немножко на верхнее веко. И это патчи, которые хорошо пропитаны эссенцией. И они даже если высыхают, то они не забирают у вас влагу из кожи. Как это делают вот эти гидрогелевые. Потому что гидрогелевые передерживать нельзя. Они потом заберут то, что они дали. Еще и ваше. А эти, как бумажка, засыхают. Если передержала, они отпадут. И как бы все нормально. Но этого не советуются делать. Это просто увлажняющая маска. Тканевая такая, да. Для области вокруг глаз. И хорошо работала. Это не убирает припухлости. Я с этим не согласна. Но для того, чтобы освежить взгляд. Дать больше увлажнения. Когда-то там не выспался и так далее. Классно держать в холодильнике. И если патчей от Абиб не будет. То куплю вот эти. Только не гидрогелевые. А именно такие. Гель от Шрамов. От бренда Дерма-Э. И когда-то я очень сильно его хвалила. После того, как меня укусила собака. У меня был шов вот здесь. Сейчас не следа. Также у меня был прокус в этой области. Я мазала прям религиозно. Все этим кремом. Точнее гелем. И все прошло. После операции я, конечно же, тоже пользовалась им. И что я хочу вам сказать. Я была уверена в том, что моя кожа не склонна к рубцеванию. К таким килоидным рубцам. И я не знаю. Возможно, потому что это были неглубокие раны. Все зажило. И вообще. Даже не заметишь там невооруженным взглядом. Что что-то там было. Какой-то шов. Какие-то стежки от зашивания. И в принципе сама полосочка. Ну и мне нужно постараться, чтобы ее найти. Или где-то там в других местах я использовала его. После операции рана настолько глубокая. И мой организм решил это все изрядно залатать. Выделяет больше коллагена, чем обычно. Плюс я еще не в том возрасте, когда реально есть очень большая разница между выработкой коллагена. В 25-летнем возрасте. Например, там в 55-летнем. То есть коллагена еще достаточно. И мой шов на животе все же начал рубцеваться. Чем бы я его не мазала. Даже после первых уколов стероидов. Он особо не изменился. Мне его даже вырезали. Перезашивали обратно. Снова лазер, стероид. Особо никаких изменений нет. И говорят, что рубец у меня настолько глубоко тоже образовался, что он проявляется снаружи вот так. То есть это постоянная разработка у реабилитолога, у физиотерапевта. Плюс какое-то внешнее воздействие. Но в случае такой глубокой раны, как у меня на животе, это не сработало. И не сработали даже уколы, которые дают результат, хороший результат при каких-то других условиях, исходных данных и вообще в целом. Поэтому, не знаю, сложно сказать. В моем случае это не особо сработало на лице, слава богу, да. Но при глубоком шраме, вот у меня такая история. Но я вымазала его до конца. Мне вообще кажется, что я сделала все возможное. Своим шрамом на животе он все равно навсегда останется со мной. Но это тоже моя история. Ну и давайте закругляться. Тинд для век от бренда Armani в 44 номере. Это персиково-розовое золото. На мне они хорошо носятся, держатся и в качестве базы, и в качестве самостоятельного средства. Наверное, сейчас мне хотелось бы, чтобы они были чуть менее сухими. То есть, я предполагаю, что на жирных веках за счет этого они лучше держатся. Отпишитесь, как оно у вас. Но сейчас такое большое количество разнообразных и недорогих, в частности, тинд для век, что мне хотелось бы поискать еще что-то из этой категории. Хотя, конкретно этот оттенок я использовала с приогромным удовольствием. Особенно, когда немного загоришь. Как-то освежало, но при этом подчеркивало глаза. Классный. На этом у меня все. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. И мы с вами встречаемся уже совсем скоро. В предосенних или уже в осенних роликах. Пока-пока.